Ребят, всем привет! В этом видео я покажу, как можно делать эскизы для татуировок с помощью промпта и вайлдхардс. Давайте начнем с простого эскиза. Чтобы не терять время, я заранее приготовил промпт и сейчас покажу, как он работает. С помощью этого промпта мы создадим черно-белый эскиз татуировки пиратского черепа на белом фоне. Давайте немного его разберу. В начале промпта мы делаем акцент на том, что это будет тату-скетч. Дальше идет описание стилей и темы. У меня это пиратский череп. Вы можете прописать любую другую тему или персонажа. Негативный промпт пока нам не нужен. Поставлю батч-сайз, чтобы наглядно было видно 4 рисунка. Генерируем и на выходе получаем 4 эскиза для тату в виде пиратского черепа. Выглядят они уже довольно неплохо, но мы сейчас попробуем его улучшить и добавим в описание токен Geometric Patterns. И вот на нашем эскизе уже появились незамысловатые геометрические фигуры. Сейчас попробуем его еще больше разнообразить и добавим несколько токенов, используя синтаксис. Для этого нам нужно будет включить расширение Dynamic Prompts. И добавить токены через разделитель в фигурных скобках. И теперь для каждого сгенерированного изображения будет случайным образом выбран один из 4 вариантов. Если вы попробуете сгенерировать их без расширения Dynamic Prompts, то он просто их перемешает. Давайте еще немного усложним наш эскиз и сделаем его цветным. Для этого мы заменим Black and White Lightwork на токен, например, на Multicolor и Colorful. Теперь из черно-белой татуировки мы сделали цветную. Теперь попробуем к нему добавить еще конкретные цвета, также с помощью синтаксиса. Например, я добавлю сочетание красного с акцентом желтого и синий с зелеными тонами. Также можно добавить еще несколько художественных стилей, например, ценные карандаши, акварельную живопись, граффити и стиль комиксов. Пока сделаю batch size побольше, чтобы получить еще больше вариантов, так как все наши постановочные знаки будут перемешиваться друг с другом. И будут получаться разные варианты с разными стилями. Можно, кстати, попробовать отключить Dynamic Prompt и посмотреть, что получится еще из этого. И без него тоже получаются неплохие эскизы. Давайте еще улучшим нашу татуировку дополнительными вариациями. На этот раз я добавил к промту элементы, которые связаны с пиратской тематикой, немного уточнил стиль, добавил несколько вариантов композиции и детализации. Теперь мы это все генерируем и смотрим, что получается. Можно дополнительно к ней еще добавить разных узоров и орнаментов. Если, допустим, вы хотите делать не один череп, а сразу несколько тел. Для этого мы воспользуемся Wildcars или постановочными знаками. Чтобы оно у вас появилось, нужно установить расширение Dynamic Prompt. Если вы используете мою сборку автоматика или фожа, то оно у вас уже установлено. Если нет, то его можно установить во вкладке Extensions. Для этого нужно перейти в Available, нажать Load From, найти его среди расширений и установить. У меня оно уже установлено, поэтому среди расширений его нет. После установки не забудьте перезагрузить интерфейс. Сами постановочные знаки это такие текстовые файлики со списками разных токенов или промптов. Их можно написать самому или скачать с сайта CVT. Такой список не сложно составить с помощью любой текстовой нейросети. Чтобы их установить, нужно зайти в папку с расширением в форже или в автоматике и закинуть в папку Wildcars. Теперь переходим в интерфейс, находим папку Wildcars в форже, заходим туда и обновляем постановочные знаки. Если ваш файлик там появился, то значит вы все сделали правильно. Нажимайте на него и копируйте название с двумя нижними подчеркиваниями справа и слева. Теперь эти постановочные знаки вставляем в наш промпут вместо нашей темы, то есть вместо черепа. Вместо нее форже будет вставлять рандомные постановочные знаки из вашего файлика. Если на генерации у вас появились ручки и карандаши или листы бумаги, это можно убрать с помощью негативного промпута. Они конечно будут иногда генерироваться, но уже не так часто. Промпты и постановочные знаки и все примеры из видео я оставлю у себя на бусте под этим видео. Если у вас стоит моя сборка форже, то вы сможете без труда повторить все картинки из видео. Для своих подписчиков на бусте я сделал небольшое дополнение к этому видео с более продвинутыми постановочными знаками и лорами, которые еще могут улучшить ваши статуи эскизы. Так что подписывайтесь на мой блог на бусте или хотя бы отслеживайте. Это бесплатно, просто жмите отслеживать, чтобы не пропустить ничего интересного. Я собрал там уже много разного материала про Stable Diffusion, который будет интересен как новичку, так и профи. Все ссылки я оставлю в закрепленном комментарии. Ну а на этом у меня пока все. Всем всего наилучшего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok